Фибоначчи и его системы счисления. Оказывается, если в системе счисления Фибоначчи расписать выигрышные и проигрышные позиции игры тянь-шицы, то получится некоторая совершенно потрясающая штука. То есть оказывается, что выигрышные и проигрышные позиции очень красиво и естественно кодировать не в двоичной системе счисления, не в десятичатой, а именно в системе счисления Фибоначчи. Для этого сначала надо подробно объяснить, что такое Фибоначчи система. Это легко. Фибоначчи, как известно, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и так далее. Так вот, для Фибоначчи и системы счисления первая единица не нужна. И она работает по принципу жадного алгоритма. Что значит, что это такое? Жадный алгоритм. Это очень важное понятие. Что такое жадный алгоритм? Нет, это совсем просто. Давайте я это объясню сначала на примере сдачи. Вот представьте себе, что вы пришли в магазин с бумажкой 5000 рублей и хотите купить мороженое стоимостью 42 рубля 50 копеек. Представили? Отлично. Каким способом может продавец вам давать сдачу? Представьте, что продавец абсолютно честный, и он хочет с точностью до копейки дать вам сдачу. У него есть такой способ. Он может дать вам сдачу 50 копеек. Сообразите, что теперь как бы 44 рубля, да? Потом можно сдать вам какого-либо. Теперь как бы 45 рублей. Понимаете, да? Потом дать 5 рублей, как бы 50. Потом дать 50 рублей, как бы 100. Потом дать 2 раза по 200 рублей, как бы 500. Потом дать 500 рублей. Понимаете, да? И потом дать вам, не знаю, 1000, 2000. Это алгоритм движения от маленьких чисел к большим. Между прочим, в инструкциях для кассиров строго на строке запрещено это делать. Понимаете почему? Слишком долго. Не понимаю. Потому что человек может успеть забыть, а сколько там было тысяч, пока отсчитывает 50 копеек. Понимаете идея? Здесь, да, человек должен сплатить, но там некая сумма. Ребята, инструкции для кассиров звучат очень просто. Сначала разберись с миллионами, сотнями тысяч, десятками тысяч, тысячами, потом дойдет речь до сотен. Понятно, да? Погрешность меньше. Не погрешность меньше, а меньше вероятность сильно ошибиться. Потому что если вы идеально точно отсчитаете копейки и после этого ошибетесь на несколько тысяч, то это гораздо хуже, чем вы правильно заплатите тысячи. Так вот, представьте себе, что похожие ситуации бывают и в других частях жизни. Что значит разложить число по Фибоначчьей системе числения? Очень просто. Число кого-то, зовите, не слишком большое, не слишком маленькое. 26. Замечательное число. Я беру число 26 и говорю, что вообще-то 34 брать нельзя, слишком много, а вот 21 можно. Замечательное. 21 плюс 5. А 5 это число Фибоначчо. Все. Я обошелся всего лишь двумя числами Фибоначчо. Число 21 и число 5. Секун, стоп. Как это записывается? 1 в знак того, что 21 взяли. 0, потому что 13 не взяли. 0, потому что 8 не взяли. 1, потому что 5 взяли. И еще 3 нуля. Вот давайте палочку сверху поставить, из-за того, что это не обычная юристичная система Фибоначчева. Поняли? Да. Поняли. Сейчас, к сожалению, придется заняться дарвиноводушной работой. Это вы на сколько? Пока не ждали. А когда конкурсы на дарвиноводушной работе? Я еще не помню. Я не могу. Чтобы мы сразу выписали. Ну, я не знаю. Где-нибудь 30 точно надо. И чем дальше дарвиноводушной работе? Господа, давайте сейчас сделаем следующее. Я напомню, как выглядели выигрышные и проигрышные позиции в реакции Аньшин Сы. Вы это помните или нет? Нет. Нельзя это помнить примерно. Там была некая конкретная таблица. Вспоминайте, пожалуйста. Я помню, помню. Там была некая совершенно супер таблица. Она была такая. Там было число Н. Там было число АН. Плюс число БН. Помнили? Да. Вот. Вот. А как правила игры звучат? Что? Как правила игры звучат? Как правила игры звучат? Как правила игры звучат? Это когда есть две кучи камней. А. За один ход можно взять сколько хочешь из одной какой-то кучи. Или поровну из обеих. Выигрывает тот, кто взял самый последний камень. Помнили? Угу. Замечательно. Итак. 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 Мы берем те числа, которые не были до этого в итоге. АН должно быть 3. Да. А внизу 4? 5. Сюда 4. Сюда 6. Почему? 7. Спасибо. Сюда 7. 6. 6. Сюда 6. 10. Сюда 10. 8. 8. 8. Сюда 8. 13. Сюда 13. Каждое из этих чисел расписать в Фибоначчей системе. Уже здоровенную, только большего размера таблицу, в качестве упражнения, надо здесь все расписать в Фибоначчевой системе. 2. Это 1. Да. 1. 0. 1. 4. Это 3. Плюс 1. 5. Это 1. 0. 1. 0. 0. 0. Да. Это 5. 1. 0. 1. Я понял, тут не должно быть двух единичек подряд. Молодец. Фибоначчева запись получается так. Это любая последовательность из нулей и единиц, где нет подряд двух единиц. Это абсолютно понятно. Это абсолютно понятно. Потому что, если вы берете фиенная и фиенную первая, почему вы до этого не взяли фиенную вторую? Понимаете? по жадному алгоритму вы не можете подряд взять два соседних числа Фибоначчи, потому что вы обязаны были бы до этого взять больше. Поняли? Фибоначчи. 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 Он написал на один ноль один ноль ноль ноль, то следующее соци α на единичку, но все-таки больше этого. И вот, собственно, поэтому единственность. Это видно, здесь еще в каком-то месте были переходы. 7 и 8. Где 8? Вот 8. Видите, да? 1, 0, 1, 0 и сразу 8. И здесь 1, 0, 1, 0, 1 и 13. И так везде. То есть, всегда переход к числу единицы с кучей нулей происходит от предыдущего. Так, ну все. Считается, что все поняли, как работает система фибоначчевых. Так? Сейчас, собственно говоря, переписываем вот эту табличку в фибоначчевых системе. То есть? То есть? Здесь она записана в десятичных. То есть это то же самое, но за фибоначчевые? Нет, вот эти числа у меня сейчас записаны в десятичных. А нужно их расписать в фибоначчевые. Нет, а вы зря думаете, что это тяжело. Как раз это-то мы сможем достаточно легко делать. Единственное, единственное, господа, надо это делать, что называется, потому что когда мы будем просто писать фибоначчевый, я боюсь, что мы обязательно... Я сейчас предлагаю вам этот способ записи и надеюсь, что он вам понравится. Здесь у меня будет число N, здесь будет B, и надеюсь, вот сейчас я должен писать фибоначчевую систему. Фибоначчевую систему это 1, правда? Да. Дальше. Нет, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, И дальше. 1, 0, 0, 0, 0, 1. Так, беда того, что я сейчас написал, в том, что у меня совсем мало чисел пошло. Но с другой стороны, поскольку у вас в тетради есть а-н-ая и б-н-ая, то вы можете мне продиктовать фибрид. Помните? Я как сейчас помню. А первая это была единица, а Вн это была двойка. Было такое? Да. Замечательно. Будете дальше. Дальше было 0, это 100 сантиметров. Тройка это один с двумя нулями, да? Там была пятерка. Единица с тремя нулями. Хорошо. Дальше. 1,0,1. 1,0,1. Потом с ним 1,0,1,0. Что, что? Значит 1,0,1,0. 1,0,1,0. Отлично здесь. Потом было 6, значит 6 это 1,0,1. 1,0,1. Дальше было 10, а 10 это 1, 0, 1, 0, 1. Еще раз. 1, 0, 1. Где это 10? 1, 0, 1. 1, дальше 2, 0. 1, 0, 1. 1, 0. Отлично, дальше. 1, 4, 0. 1, 4, 0. 1, 0, а здесь? Прилежит 3, 0. 13 это 1, 5. Так, а здесь? А здесь у нас по идее должно быть 1, 0, 0, 9, 0, 1, 1, 3, 0, 1. А по 1 что написано? А по 1 у нас написано неизвестная, а неизвестная, а неизвестная. Интересно, кто не догадался? Вн получается добавление кнн? Правильно. Ну не вн получается, а фибоначиевая запись, запись в фибоначиевой системе числения числа Вн получается добавлением одного нолика. Причем, что интересно, Вн должно заканчиваться на нечетное число нолика. Понятно? Вот давайте это запишем. Фибоначиевая запись числа Вн оканчивается на нечетное число нолика. Правда неожиданно? Запись АН получается вычеркиванием последнего нуля. Понимаете? Получаем из записи Вн, зачеркивая последний. То есть черное число ноли и в конце. Что значит если? Тогда это будет Аш. Я говорю, получается у Ашки черное количество ноли. У Вшки нечетное. Нет, это все понимают. Если от нечетного числа отнятие нит, получается черное. Это как? А вот тогда. А вот тогда. Не проблема. Вот. Ну неплохо бы эту теорию показать. Не знаю вообще. Неплохо бы эту теорию показать. Давайте поймем, что фактически мы с вами должны при этом понять. Мы должны понять, что когда мы вот так вот будем делать, то мы на самом деле получим, причем по единственным способам, каждое натуральное число. То есть задача свелась вот к чему. У нас есть произвольная Фибоначчиева запись. Надо понять, как по этой записи построить число АН. А как только построим АН, то ВН получается приписывание номер. Ну то есть понятно. Том... Где-то понятно, где-то не очень понятно. Вот давайте поймем где понятно. Если неечетное количество нулей, то приписываем в конце ещё один 0. Не понимаю. Это бы сейчас как из числа Н получить АН. Да. Если число N заканчивается на нолик, приписываем ещё один. Нет, если заканчивается на 3 нолика, приписываем ещё один. Да. Да, и вот, наверное, имеет смысл это бодро сейчас доказать. То есть вот эту мысль чрезвычайно надо просто доказать, и это будет такой наш первый шаг в доказательстве этого факта. На самом деле, абсолютно правильно сказать. Если у нас число n заканчивалось на нечетное число 0, то операция выглядит крайне просто. Давайте я выпишу какой-нибудь ряд. Значит, число n имело какую-нибудь такую форму в банальчевой системе. Скажем, 1, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 4, 0, 1, ну и, например, 0. Хорошо? Что вы утверждаете в таком случае надо сделать? Надо в качестве an переписать все это и переписать еще один 0. Так? Замечательно. А в качестве b1 надо переписать все это и переписать два 0. Теперь давайте разбираться, почему все будет хорошо. Вот пусть у нас здесь есть какое-нибудь там число fk, одно из чисел в банальчей, которые вот здесь есть, да? Во что оно превращается, когда мы приписали один 0? fk плюс 1. Во что оно превращается, когда это два 0? fk плюс 2. И вот когда мы из этого вычитаем это, мы счастливым образом получаем это. Согласны? fk плюс 2. Вы абсолютно правы. Если заканчивается на 0, то мы имеем абсолютное право вот так вот сделать. А если заканчивается на единицу, то перед этой единицей мы имеем право переписать на 0. Вот, 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 вот. Вот дальше, дальше интереснее. Я очень боюсь, что там правило не вполне такое. Не такое. Ну это здесь, на этой таблице такое. То есть, если заканчивается на единицу, да? Да. Так, кстати, вот так. Все понимают, почему, собственно говоря, сейчас то, что на левой доске, не сказать, что это для всех чисел. Вот там вот сказано, если заканчивается на нечетное число нулей, то там надо делать так-то. А, собственно говоря, зачем? Вдруг у нас... Казалось бы, нам здесь не так важно, заканчивается оно на ноль или нет. А ответ очень простой. Господа, ведь числа, которые получаются по этому правилу, обязательно кончаются на ноль, правда? Да. Но у нас а-н-ное и б-н-ное должны покрыть весь натуральный ряда. Поэтому некоторые из а-шек обязаны кончаться на единицу. И поэтому вот это вот правило, вот это вот правило... Давайте ясно фиксирую. Если n оканчивается на нечетное число нулей, так? Да, пишу. Это если n оканчивается на нечетное число нулей. Теперь очень интересный вопрос. Что делать, если n оканчивается на единицу или на четное число нулей? Если на четное число нулей, то мы последний... Ну, мы переписываем это же число, но последний ноль... Заменяем на единицу и ноль. В точности это число. Да. В общем, господа, продолжите, пожалуйста, эту таблицу еще не заместится. Хорошо. И поймите точное правило. Четкое, точное правило. Потому что я как-то по каждому не особо... Извините, а вы не стирали какие числа? Не стирал. Считается, что все их угрожают. Чего, видно? Ну, никакого установить. Нет, доска маленькая, я не помню. Это я не знаю. Это не МГУ, да. Это не МГУ. Это не МГУ. Такая история. Вы сказали, если н оканчивается на нечетное число нулей, да? На нечетное. На нечетное. То тогда а-н будет кончаться на четное больше нуля. И таким образом все такие а-н мы получим, понимаете, да? Все такие пары мы получим, и это все замечательно. Значит, нам интересно теперь только а-н кончающиеся на единицу. То есть, если н заканчивается на четное число нулей, то соответствующая а-н обязана заканчиваться на единицу. Вот это здесь, кстати, видно. Н заканчивается на два нуля, а соответствующая а-н заканчивается на... Ну, то есть, ноль заменяется на единицу, а если n заканчивается на единицу, то единица смеется на ноль, один. Ну, если n заканчивается на два нуля, то последний ноль заменяется на единицу. Ну, то же самое на четыре, на шесть. На четное количество в общем. И все. А если... Стоп-стоп-стоп-стоп. И это работает. Да. То есть, если заканчивается на ноль-ноль, то или на четыре нуля, или на шесть, да? Ага. Давайте попытаемся это записать. Значит, итак, второе ваше кадр. Если n оканчивается на четное... То есть, здесь очень важно. Не нулевое число нулей. Ну, то есть, оно на нуль оканчивается, но на четное, да? Не нулевое число нулей. Тогда вы говорите, что будет так. Значит, n это типа 1, 0, 0, 0, 1. Ну, я не знаю. 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0. И что вы говорите, что в таком случае будет для a, n-ного и что будет для b, n-ного? Надо то же самое повторить, только... Надо то же самое повторить. Вместо 0. В общем, в обоих случаях, да? Да. Вместо 0. Не торопитесь. Если повторить, для меня это не так просто. То есть, я должен переписать все это. Так, я повторю. Дальше что делать? Только в a вместо 0 в последнем пишем 1. Хорошо. А в b вместо последнего 0 пишем 1, 0. 1, 0. Ну, это как-то очень странно. Просто неверно. Нет. Это неверно. Для номера 8 это неверно. Что? Если номер 8, там номер 12. Нет. Смотрите. Вы просто сказали... 12. Просто сказали... Я не понял. Это неправильно. Почему? Это просто неправильно. Почему? Нет. Смотрите. Здесь у нас 1. А вот это число 2. Правильно? Слушайте, кстати. Здесь почему получилось? Здесь у нас было... Это 4. Здесь было 4. А здесь было... Соответственно 7. 2 плюс 5. Здесь было 7, да. И разность получилась 3. Но это должно действовать по-другому. В таблице все равно. Нет. Стоп, стоп, стоп. Тогда я не понимаю. Вот когда берете, здесь вы вычитаете, из этого числа это, то вы правда получаете вот это. Вы читаете z в это, получаете это. Вы читаете z в это, получаете это. А здесь вы читаете из 2 1. А тогда почему там мы вычитаем из 2? Ну вот именно 1 и 0 я получила, потому что мы ввели... Здесь, потому что вы вычитали из 5 3, получили 2. Это было 5 плюс 2. Вот из 5 вы вычитали 3. Да. Получили ответ 2. И после этого из 2 вы вычитали 1. Правильно? Ага. Как-то странно. Ну, может, странно. Ваше правило чредо не верно. Нет. Как-то не верно. Ну, вот с восьмеркой не получается. Здесь скончалось на нечетное число. Здесь все хорошо. У нас уже про это есть правило. Я просил вас, напишите таблицу подальше. Я не зря. Я не знаю, что примерно до 30. Ага. 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 У нас получается 1 0 1 0 1 0. Ага. Это для 8 Что для 8? n равно 8 Все правильно у нее было n равно 8 8 это сколько нулей? И 4 нуля Это единица с четырьмя нулями Каждые 2 превращаются в... Там 12 Это 1, 0, 1, 0, 1 Что значит? n это столько? А n это что? Это 1, 0, 1, 0 1 Так, а bn Это 1, 0, 1, 0, 1, 0 Все правильно было Так, я не знаю Получается, каждый второй нолик превращается в единицу То есть вы хотите Что если четное число нулей То надо Просто там везде Прилетить единицами, да? Да Ну давайте посмотрим Как это будет вычитаться Значит берем bn 1, 0, 1, 0 1, 0, да? 1, 0 Это b Вычитаем из нее вот это 1, 0, 1 0, 1 Это на самом деле 1 То есть вот сюда будет написано Такого числа, конечно, нет Но когда мы сложим вот эти То будет единица и сюда два нуля Когда мы сложим эти Будет единица и два нуля Так, отлично Значит, когда число заканчивается На черное число нулей То надо просто-напросто Вместо каждой соседней парки нулей Представить 0, 1 Так? Да Ну что, мне это нравится Мне это нравится Значит, осталось мелочек Когда число оканчивается на единицу То мы убираем эту единицу И пишем 0, 1 И работаем по той же схеме Затем опять приписываем эту единицу в конце Еще раз С чего? Когда у нас число оканчивается на единицу Да Мы работаем по... Мы ее убираем Убирали И работаем по той же схеме Для получившегося числа И в конце приписываем единицу Да Нет, тогда получается, что... Тогда, понимаешь Тогда будет... Здесь совсем не надо Просто вместо единицы пишем 0, 1 Когда число оканчивается на единицу Вы пытаетесь ее заменить на 0, 1 Да Тогда ничего Интересная точка зрения Давайте посмотрим Давайте для 9 Давайте вот число... Нет, почему Давайте вопрос Здесь число оканчивается на единицу Да? Вот Тогда вы хотите сказать Что нужно что сделать? Во-первых, стереть, а? Нет, для стереть это проблема Нужна единицу заменить на 0, 1 То есть, вот это надо заменить на 0, 1 Да, вот так А в B просто еще 0 Здесь будут по-прежнему все нули Единицы и 0 Нет, сейчас... Единицы и 0 Так, хорошо Тогда берем разность Здесь у нас будет все время все хорошо Потому что у нас подписалось как раз два разряда Все хорошо А здесь будет Из двух вычитается единица Будет единица Все Это не просто Здесь Beговор Вот так Будет Jedинук